всем всем девчоночкам привет сейчас 11 уже число мне вчера селе камеры и я вчера когда мы гуляли с сестрой не спас не мало сейчас я снимаю какой у нас ветряка за окном и хочу сказать ксюшеньке которая мне послала посылку на день рождения ксюш я скорее всего пойду завтра за посылкой вот он у нас гуляет и витрин всем хочу и сказать огромное огромное спасибо за поздравление мне очень очень приятно правда любое теплое слово я искренне радуюсь и понимаю что как обо мне помнят любит вот и уважают и желают самого хорошего вчера мы после ярмарки в это отрывки будут видео мы пошли в торговый центр огромный посмотрели фильм смотрели фильм авантюристка аферистка всем советую посмотреть хороший фильм в кинотеатре идет отличный и потом пошли посидели в кафешке и на обратной дороге у меня я не знаю то ли то что находилась то ли перенерв не я не знаю от чего не так скрутила спину что я из маршрутки я выходила вообще со слезами на глазах не а сестра на груз света дает дай руку меня слезы полились вот я должна была завтра идти на стажировку благодаря однокурснице своей нусь кем она ну порекомендовала там меня нашла место для стажировки но с такой спиной я щас не пойду ни на какую стажировку потому что стоит мне ну как сказать поработать подвигаться все я слягу и ну смысл этой стажировки будет сейчас буду пытаться взять на следующую неделю и этот к терапевту чтобы он не дал к неврологу направлении и хочу на лфк обязательно мне когда я ходила прошлом году к неврологу платно она сказала что есть физики физио эти процедуры но так как из пандемии сейчас их не проводят я думаю может сейчас что-то мне порекомендуют потому что со спиной честно я очень сильно мучаюсь вот очень очень неприятно вот но вот сейчас например сегодня меня там за посылка надо было идти этом за продуктами честно я не доковыляю вот поэтому я уже все буду делать завтра и откажусь к сожалению стажировки подвожу людей потому что договаривались но мне сейчас блин неожиданно я думала у меня спина уже более-менее нет спина только в разгаре меня до сих пор вообще так радует эта надпись мне принесла старшая сестра эти буквы вот но она говорит что не представляла эту надпись она думала что ведь ну может быть букетом как-то эти буквы будут вот но она их не надувать не стала гадать ну где в подъезде буду надувать я ее понимаю когда я надула и развесила и вообще в они такие объемные так поднимают настроение и вообще прям огромные классные такие вот я считаю на любой праздник да вот так вот ребенку взрослому очень удобно они надуваются за секунду и просовывается просто ленточка вообще очень классная и стоит не так дорого вообще сто сорок девять рублей чем ну за гелевые да если вот это каждая буква была гелем надута это бы наверно обошлось ну не знаю несколько тысяч две с половиной так точно а тут они вообще висят ленточки на скотче не к обоим а к этим косякам прикреплены и вот висит такая надпись вообще здорово на меня прям радует буквы яркие объемные вообще супер сейчас тоже сестру сегодня попрошу вот чтобы она мне купила продуктов потому что я сама еще у меня спина разламывается я сама еще не дойду вот ветрища дикий и опять спина еще хуже станет и в аптеку пусть зайдет и денежку переведу вот она мне говорила что на те за ну если надо будет я зайду на счет в отпуске так что когда родные есть под боком конечно это огромное огромное счастье вот будьте сейчас чужом городе одна кого попросить что сделать непонятно когда у тебя родные близкие есть и сестры и слава богу ты не одна вообще благодарю за это бога и мама вот так вот вот на день рождения мне очень понравился понравились вообще подарки понравилось как провели время фильм посмотрели погуляли вот год назад я еще представляла что очень хочу себе какой-то не знаю чтобы домик был там человек 20 вот ну во первых это очень дорого во первых конечно то что развод год назад я уже свои планы поменяла я перехотела потому что я была у своей подружки на годовщины я поняла что все я уже наверное не хочу хоть я наверное бы хотела да в какой-то узкой там несколько человек там четыре три там пять максимум своих подруг если бы все там были близки такие да хотела бы может дома как-то оторваться еще что-то а так так сейчас дозвонилась через госуслуги к терапевту записалась врача надо вызывать и не хочу потому что не сделают уколы безболивающие все равно мне к терапевту надо идти на уколы подсаживаться я не хочу хочу сама расходиться но если уж совсем скрючи то буду вызывать пока в необходимости нет хотели мне вообще сейчас 11 мне на на ближайшее время 19 хотели предложить я говорю извините а вообще к другому терапевту не не попасть короче на 16 число я пойду к врачу к терапевту и надеюсь что потом попаду к неврологу к невропатологу или к неврологу вот и на лфк или что ну короче посмотрим главное движение это жизнь вот так вот так что все хорошо все отлично жаловаться не буду все замечательно так все записалась к врачу к терапевту на 16 если будут какие-то сильные боли то вызову скорую потом позвонила сестре на мне придет все купит все это как продуктов потому что сейчас тяжести я не понесу ну в принципе все нормально я не брошена главное деньги есть есть туда кто купит ладно будем что-то решать я уже не знаю смотрю на ютубе психосоматика боли в пояснице то есть на нервной почве заметила когда очень перенервничаю ли эмоции какие-то излишне испытаю у меня начинает болеть потом это у гимнастику смотрю нужно но все врачи в одно говорят что надо сначала нужно снять этот болезненный синдром в прошлом году когда у меня был болезненный синдром я решила клин клином вышибать и мы с подругой несколько раз по 7 километров пешком ходили так меня потом так болело что я на карачках в туалет ходила это было реально вот я хочу к терапевту попасть я не слезу пока меня не отправят к неврологу или на лфк на лечебную физкультуру потому что я смотрела лечебную физкультуру вообще на сайтах североморской найти не могу у нас не знаю есть нету сейчас этот коронавирус долбаный короче немножко злюсь немножко в это но главное что я не одна потому что вот честно говоря у меня были мысли переехать среднюю полосу другой город и вот я себе представила ситуацию вот я например в другом городе до меня скрючила ну приехала скоро я там наковыляла открыла мне поставили укол и все и я 1 и все мне больше помощи нету я вот представляю людей там пожилых кто одиноки ну может им соцпомощь какая-то помогает но и просто сейчас вот понимаю вот когда у тебя херово со здоровьем то эти моменты понимаешь что блин близкие это самое то вот но не надо мне писать что не надо было разводиться и уезжать от дима пожалуйста а кстати хотела сказать я в этом видео не сказала дима меня поздравил перевел мне хорошую денежку с днем рождения и меня поздравила свекровь и тоже меня перевела денежку так что я очень за это благодарна и я считаю что это очень ну благородно очень достойный поступок потому что потому что ну бы невестка ушла да как многие вычеркивают там еще что-то кто там поздравит вот спасибо большое я искренне и так говорю искренне вот по-настоящему спасибо сейчас пообщалась с инусей вот который мне как раз стажировку но через нее на стажировку меня устраивали к сожалению но извинилась не получилось вот обидно хотелось начать работать потому что ну не вечно меня будут спонсировать да вот никто не обязан да там спонсировать бывшую жену мы поговорили кстати и нам не очень хорошую идею подала насчет скандинавской ходьбы насчет палок потому что меня уже настолько достала вот это боли уже на в тазу начинает но то забедренные суставы начинают болеть коленем лишний вес этот надо что-то начинать делать и правильно и нам сказала что бегать тяжело резких движений мне нельзя с лишним весом тем более вот лыжи но тоже я не лыжник особо если честно это для меня тоже тяжеловато и это по сезону а палки как раз на свежем воздухе как раз у меня в районе есть с утра если выйти то есть где прогуляться вот и сейчас буду смотреть ролик как правильно выбрать палки вот потому что надо что-то предпринимать и меня мое уже бездействие какое-то терпение вот это что ай поболела помазал прошло ладно отпустила но надо что-то делать потому что вчера меня скрутила реально я аж плакала меня просто как у этого блин вот вот так что он сейчас буду смотреть ролик скандинавской ходьбы как палки выбрать никаких там дорогих я не собираюсь выбирать вот и более отступят и начну потихоньку потихонечку вот тоже посмотрю ролики как это правильно все начать делать так что все будет хорошо сразу какая-то выход из туннеля нарисовался сижу вникаю заработок на яндекс цене потому что монетизация у меня подключена но за я не знаю за сколько за дней пять или шесть я заработала 50 рублей хотя я стараюсь вообще каждый день кто смотрит следит и видео выставляю и статьи пишу и есть просмотры какие-никакие я конечно не рассчитываю на какие-то тысячи но не 7 рублей в день вот написала в службу поддержки чтобы они мне помогли может быть какие-то материалы прочитать и сейчас читаю про заработок для физических лиц что надо какую рекламу размещать я в этом вообще еще ничего не пойму вот ладно так что на яндекс цене мало подключить монетизацию надо тут еще покопаться и поразбираться ну как в любом деле будем ждать ответа техподдержки и буду вникать читать ко всему прочему я еще начала сейчас сейчас у нас 7 часов вечера я начала интервальное голодание вот но потому что снижать вес меня прежде всего нужно не для красоты а для здоровья потому что спина и колени и все я чувствую нагрузку дикую и мне надо снижать вес это все это окончательно и вот я решила пробовать интервальное голодание это когда сейчас скажу по временем сейчас в 9 например я встаю кушаю так 10 часов не такие интервала 10 часов я ем 10 часов через 14 ну то есть не 10 часов я все ем за в течение 10 часов я несколько раз кушаю через каждый там там три-четыре часа до вот а четырнадцать часов я не ем и честно говоря у меня пока ломка как у наркомана потому что головой я понимаю что я не голодная весь мой организм просто как сказать дает все сигналы как будто бы я голодаю вот я сейчас 7 часов я судорожно вспоминаю когда я ела последний раз вот и меня спасают орешки я ну чуть-чуть жменьку я их ем по одной по чуть-чуть вот и жду когда я уже наконец усну и не буду думать про еду ну вот вот такая вот история как это все будет продвигаться не знаю но я начала это делать потому что это нужно делать когда если не сейчас вот